Друзья мои, всем огромный привет! У меня сегодня выходной, а это значит, что я начинаю новый влог. Конечно же, рада вас всех приветствовать у себя в гостях. Будем сегодня и мотивироваться на уборку, и что-нибудь вкусненькое приготовим. Погуляем в Казани, сходим на шопинг, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чего-нибудь вкусненького. И, конечно же, желаю вам приятного просмотра. Для начала давайте покажу, как обстоят дела на террасе. Сестройка продолжается, правда. У Саши закончился отпуск, и теперь он может ей заниматься только по выходным. И то не так продуктивно, потому что мы еще и на дачу ездим. Вот, пока он больше времени уделил именно крыше всем вот этим вот балкам, усилял, укреплял, там уголки какие-то присверливал. Вот, еще, конечно, нужно будет доделывать низ. Тут прям очень много работы еще. Так что пока вот такой вот промежуточный результат абсолютно пока не готовый. Не знаю, сколько она еще будет делаться, но я надеюсь, хотя бы немножечко летом мы все-таки на ней посидим, пообедаем, позавтракаем. Но уже на следующий год будем полноценно ей пользоваться с самого начала сезона, там, да, с мая уже, чтобы можно было и завтракать, и обедать, и ужинать. Вот, но пока, пока как-то вот так, но уже хорошо, что начали. Вот, бассейн пока закрыли, потому что у нас последние дни было холодно, дождливо, а вот сегодня хорошо, солнечно, облачка все ушли, прям хорошо. А сейчас буду готовить супчик на обед и решила с вами тоже поделиться рецептом. По сути, это модернизированный суп с фрикаделиками, наткнулась я на него в интернете и захотелось повторить. Для начала кубиком нарезаем картофель, отправляем его в кипящую подсоленную воду и варим до готовности. Далее мелко нарезаем репчатый лук, натираем на мелкой терке морковь и обжариваем все это на сливочном масле. А пока овощи жарятся, мелко нарезаем какую-нибудь зелень. Я в этот раз использовала петрушку. Когда лук и морковь уже стали мягкими, добавляем в сковороду фарш, солим, отправляем туда же зелень и по желанию еще можно пропустить через пресс пару зубчиков чеснока. Но я решила просто добавить сушеный чеснок. Все это хорошенько перемешиваем и обжариваем до готовности. И забегая немного вперед, хочу сказать, что из-за такой мощной зажарки суп получается очень жирный. Я даже потом убирала некоторую часть этого жира с бульона, поэтому я бы не рекомендовала жарить фарш. Я бы его добавила либо в виде фрикаделек, либо просто отщипывала маленькими кусочками и отправляла в суп. А вот лук, морковь и зелень можно обжарить, но не на сливочном масле, а на растительном. Ну а по рецепту нужно было жареный фарш с овощами выложить в кастрюлю, хорошенько все перемешать и добавить плавленый сыр. И вот именно он сделал этот суп. Он получился такой нежный, сливочный. Бульон я, кстати, еще немного посолила, поперчила, добавила сушеный чеснок и получилось очень вкусно. Но я говорю, если вы не любите жирное, лучше готовить так, как я посоветовала. И тогда супчик будет очень нежный, сливочный и немножко полегче, чем в этом рецепте. В общем, в любом случае, желаю всем приятного аппетита! Ну а теперь давайте быстренько пробежимся по моему заказу от Фаберлик и начнем, наверное, с салфеток. Вот это моя любимица, салфетка для очистки стекол. Я ее использую и для стекол, и для зеркал, и для того, чтобы почистить индукционную плиту. Справляется она просто замечательно, стоит абсолютно бюджетно, очищает одним движением, без разводов, царапин и ворсинок, прекрасно подходит для любых поверхностей. Вот, девчонки, честно, вот прям от души рекомендую. Суперская правда, я прям без нее уже не представляю себя в хозяйстве. Еще взяла вот такую вот, это для меня новинка. Размер у нее 30 на 30, салфетка для удаления пыли. Она микрофибровая, мне кажется, она будет отлично справляться с пылью. Прямо, знаете, как вот в себя ее будет впитывать, и ничего не будет с нее слетать. Ну, по крайней мере, на первый взгляд, мне так кажется. Посмотрим, как она будет в использовании. И также наткнулась еще вот на такую малышку. Это губка с металлизированной нитью для уборки. Были очень классные на нее отзывы, особенно, знаете, если вот на посуде есть какой-то нагар, жирный налет сильный. Я вот, допустим, взяла ее для того, чтобы чистить духовку. Вот, хочется мне как-нибудь ее испробовать. Из новинок я для себя взяла вот такую вот тушь. Так как я наращиваю ресницы, у меня есть необходимость только красить нижние реснички. И здесь как раз такая кисточка, прям тоненькая-тоненькая, силиконовая, то, что мне нужно. Также у меня закончился гель для мытья посуды. Я всегда беру вот такой вот с ароматом яблока. Просто потрясающе пахнет. А здесь даже не буду заострять свое внимание. Это все мои любимчики. Гель для стирки белых и цветных вещей взяла. Две штучки, две бутылки. Гель для стирки темных и черных тканей. Тоже две бутылки взяла, потому что у меня все уже позаканчивалось. И два ультра-кондиционера для белья. Один взяла с ароматом восточный пион, другой с ароматом орхидеи кашемир. Оба прекрасно пахнут и отлично справляются с своей задачей. Также из любимчиков Фоберлик это биокапсулы для посудомоечной машины. Ну, честно, от биокапсул, от таблеток для посудомойки очень многое зависит. Ну, и решила я попробовать новиночку. Такие девчачьи штучки. Ночные, дневные. Еще ни разу не брала. В общем, вот такой вот в этот раз заказ. Сейчас буду все это раскладывать по местам. И уже очень хочется протестировать вот эту вот салфеточку. Все артикулы, конечно же, будут, как всегда, в описании. Вы знаете, что у меня в котельной на стиральной машине есть вот такой вот шкафчик, где у меня хранятся средства для уборки, все для стирки. И на верхней полке хранятся какие-то запасы. Тут и влажные салфетки, и таблетки для посудомоечной машины, губки, зубные пасты, гели, мешки для мусора и все в таком роде. И, как видите, для стирки мало всего осталось. Тут такие полупустые бутылечки стоят, поэтому ставим новенькие средства на места. И я прям очень люблю, когда дома есть запас химии, потому что, ну, в магазин мы ездим не так часто. И удобнее, когда дома есть запас. Не нужно об этом париться. И теперь убираю таблетки для посудомойки на вторую полку. Мы ее, кстати, до сих пор еще не опустили. Я вам, помните, рассказывала, что хочу опустить ее пониже, чтобы половина вот этих средств уехала на второй этаж и не было такой загроможденности здесь. Но вот до сих пор не дошли руки, вспоминаю, только когда залезаю в этот ящик. Вот. Ну, в общем, в целом выглядит он вот таким вот образом сейчас. И еще я вам не показывала, что у меня хранится в корзиночках вот здесь. Тут у меня, значит, тряпки и зубные щетки, губки для уборки. Тут тоже какие-то тряпочки, полотенца хранятся. И здесь у меня мешки для стирки. Тут вот для бюстгальтера тоже мешочек, перчатки. Вот. В общем, как-то так у меня здесь организовано хранение. Еще я, кстати, не говорила вам, что стиралка-то теперь с этим шкафчиком переехала в начало котельной. Вот. Так что вот так вот у нас теперь здесь все выглядит. Ну, а дальше уже Сашина зоны, всякие инструменты. Викин велосипед тут тоже стоит. Вот. Гаража, конечно, очень не хватает, чтобы вот это все хранилось там. Но когда-нибудь в ближайшем будущем, я надеюсь, он у нас тоже появится. Котеночка у нас тут засыпает. Этот кресло-кокон можно использовать как колыбельку, так. Классно, Викость? Да. Включила себе колыбель, но лежит, отдыхает. Девчонки, всем привет. Я еще из примерочной. Мы сегодня с уряшкой приехали шопиться. Хочу себе много разных всяких футболочек на лето взять. Вот это вот одна из первых, которые я померила. Прикольно смотрится. Такая прям какая-то она у меня с летом ассоциируется. Хотя тематика не летняя. Больше какая-то мода, но мне кажется, яркая, прикольная. Хорошо смотрится. Второй вариант. Это такая вот укороченная футболочка. Полоску. Ее можно заправить, если хочется. Можно и так. Я взяла много разных полосок. Тут и бежевая, и розовая, и зеленая. Сейчас что-нибудь выберу одно. Это хорошенько. Мне нравится. Такая прям летняя, летняя. И Юлька, кстати, меряет такую же, только розовую. Как? Еще есть вот такую песочную полоску. Она уже, кстати, не укороченная. Вот такая базовая футболочка. Сейчас я примерила ее сразу со своей сумочкой. Кстати, она классно подходит под моей шлепки. Вот. Готовый образ вам, пожалуйста. Забрели мы в Сенсей с Юляшкой. Меряют очки с собочками. Прикольно. Конечно же, попав в Сенсей, я не могу вам не показать товары для дома. Например, вот такие вот милейшие наволочки. На декоративной подушке. Очень приятные. Такой, как велюр. Еще в таком пудровом цвете. В сером и в голубом. Стоимость вообще... Посмотрите, они еще запрелись за 199 рублей. Так, пледики красивые всякие. Очень мягкие, приятные. Кашпо. Корзиночки. Ой, бокалы классные. Мне нравятся. Красивые. Графины. Стаканы. Вот такие вот графиночки. Еще очень нравятся вот эти пиалы. Цвет красивый. Сколько стоит? 399 рублей. Так, тарелочки есть тоже. И большие, и маленькие. Подставки под кружки. Салфетницы. Какие-то вот такие вот корзиночки. Плейсматы. Хорошенькие. 299 рублей. Для салфеток. Контейнеры. Наборы мисочек. Так. По 449 рублей есть такие. Вот такие. Тарелки тоже есть. Детские тарелочки. Кружечки. Ой, такая классная, смотрите. Тепанны. Всего лишь за 249 рублей. И вот такие вот еще пиалы тоже детские. Так. Что ты нашла? Классные, нет? Угу. Сколько стоит? 359. Угу. Цвета разные есть. Так, кстати, кружечки новые появились. 149 рублей. Ну, цены, конечно, очень приятные. Такая вот кофейная. Так. Светильник за 499 рублей. Растения. Цену не вижу. Тут тоже свечки. Всякие подсвечники. Такой вот светильник за 549 рублей. Мазочки прикольные. Такие интерьерные. Такие вот еще есть. Так. Вот эти тяжеленькие. Цена 1299. У них коврики размером 60 на 90. В двух разных цветах за 699 рублей. Всякие разные кашпо. Цены 249, 199. Свечи. Очень вкусно. Вот эти, по-моему, свечки пахнут. Сейчас послушаем. Да. Классный такой благородный очень аромат. Стоят такие свечки 299 рублей. Так. Что у нас тут еще интересненького? Подносики. Вот такие вот корзины. Плетеные корзинки по 699 рублей. Эвкалипт появился. Я раньше его не видела. Веточка стоит. Сейчас скажу сколько. 349 рублей. Вот. Раньше такие в Икеи продавались. Ну, качество немножко другое, правда. Для хлеба, чая, сахар и кофе. Закрывашка для вина. Открывашка и закрывашка для масла. Хорошенькая масленка. Всякие полотенца в разных цветах. Розовые, серые, с узорами, без узоров, черные. Вот такие вот корзиночки появились. По 499 рублей. Для ванной комнаты всякие тоже. Такие вот мягкие корзиночки. 349 рублей. Для стирки, для грязного белья. Точнее, вот такие вот корзины. Стоимость у них 599 рублей. Ой, тоже хорошенькие. Что это? Тоже наволочки. 199 рублей. Подушечки, пледики. Вот это мне нравится, конечно, больше всего история. Стильные такие наволочки. Красивые. И цены 399-299 рублей. В общем, все доступно. Корзинки с надписью Hello. Ну, стоимость у них 1299 рублей. В общем, все, долго ходить я не могу. Так что мы побежали шопиться дальше. Вам вроде все показалось. Ну, а теперь у нас заслушанный обед. Юляша, как всегда, взяла себе том-ям. Я взяла удон с говядиной. Так что приятного нам аппетита. Так, ну что, мы уже вернулись домой с шопинга. Сейчас буду показывать вам покупки. Здесь столько всего яркого, интересного. И начнем, наверное, с одежды. Для меня взяла вот такую вот базовую, легкую, укороченную футболочку в полоску снизу нее. Вот так вот на завязочках все сделано. Брала я ее в бифри. Стоимость была очень такая приятная. 800 рублей. Тоненькая, легкая. На лето прям самое то. Также взяла себе вот такую вот прям короткую-короткую, как топик, наверное, даже больше не футболка. В красном цвете, яркая. В терранове тоже счет рублей за 800. Захотелось прям чего-то яркого на лето. Еще взяла обычную черную майку, потому что у меня только одна, и нужна была еще одна вот такая вот лапша в размере М. Очень хорошенькая, тянется, клевая. Еще мне очень понравилась вот эта футболка. Я вам ее даже, по-моему, показывала в магазине. Прям, не знаю, зацепила она меня, хоть она и белая, но при этом очень яркая, такая цепляющая взгляд. Прям понравилась. Это у нас резерт. И также в резерте взяла себе вот такую вот тоже в полоску. Что-то прям в этот раз было очень много полоски. Вот, захотелось тоже что-то яркое такое, поэтому выбирала между зеленой и розовой. В итоге остановилась на розовой. Тут даже небольшая вышивка в виде очков есть. Вот, все брала в основном в размере М. И в векушке взяла леггинсы. Вот такие вот тоже летние, классные, с цветочками. Одни в синем цвете, другие такие вот бежененькие, нежные. Их я брала в Glory Jeans. Они сейчас там по акции. Одни за 400, другие, по-моему, за 300 рублей. Вот. И еще мне очень понравились вот эти шортики. Тоже в векушке их взяла в Glory Jeans за 1400. Вот, с Викторией. Классные. Она уже их даже сегодня успела поносить, погулять в них. Размер я, кстати, ей взяла 110, потому что у нас она худенькая. И 116, а тем более 122, она бы у них просто утонула. Эти-то ей такие довольно свободные. Поэтому тут уже детскую одежду я всегда покупаю чисто на глаз. А тут детская одежда. Это Юляшка. Купила Вике в подарок. Всякие маечки, шортики. Тоже сейчас поближе покажу. Одна майка вот такая. Классная, крутая. С завязочкой снизу. Вот это моя самая любимая. Алоха. Тоже укороченный такой топ. Это все из Glory Jeans, по-моему. Вот эта черная майка. Это просто Викина любовь. Она у нас обожает черные вещи. Это прям для нее супер стильно, супер круто. Тоже подобного плана. Вот такая вот желтенькая маечка. Но они, видите, две такие, как лапша. Носочки. Очень яркие, тоже летние, длинные. И вот такие вот легкие шортики. Это обычная, как такая трикотажная ткань. Резиночка. Без кармашков. Просто на лето бегать. В общем, вот такой вот у нас сегодня получился улов. Прям с удовольствием походили по магазинам. Провели время вместе. Отдохнули, кайфанули. И сейчас я все это буду отправлять в стирку. И еще одна обновка на лето. Это новенький аромабокс от Рандеву. Вы знаете, что я очень люблю этот интернет-магазин. И не раз уже вам о нем рассказывала. Рандеву – это сайт с оригинальной парфюмерией, косметикой для лица и волос. И даже товарами для дома. Ну, а я в этот раз решила порадовать себя новеньким аромабоксом. И выбрала топ летних ароматов. В заказ, кстати, всегда кладут небольшие подарочки. Не устану повторять, какой же это удобный формат. В наборе целых восемь от Левантов оригинальной парфюмерии по полтора миллилитра. Флакончики выполнены из стекла. И каждого из них хватает на 35 распылений. Ну, а сами коробочки всегда очень красивые. Имеют такой стильный лаконичный дизайн. И выполнены очень добротно. Формат аромабоксов удобен тем, что он занимает очень мало места. И его легко можно взять с собой в поездку. Можно раскидать ароматы по разным сумочкам, курткам, чтобы они всегда были под рукой. Взять в спортзал или на какое-нибудь мероприятие. И в любой момент ими воспользоваться и освежить аромат. Также это отличная возможность попробовать какие-то новые ароматы. Поносить их на себе и понять, нравятся они вам или нет. И если вдруг аромат вам не подойдет, пусть уж лучше это будет полтора миллилитра, чем полноразмерный флакон. Вариантов аромабоксов на сайте очень много. Есть и сезонные, на лето, осень и зиму. Есть селективные, популярные. Есть ароматы для разных знаков зодиака. А также монобрендовые аромабоксы. Так что каждый сможет для себя что-то подобрать. Тем более сейчас аромабоксы можно приобрести еще выгоднее, так как на все наборы скидка 30%. Плюс ко всему у меня есть для вас промокод, который суммируется со скидками на сайте. На мой взгляд, аромабокс это отличная идея для подарка. Такой набор можно вручить и маме, и бабуле, и сестре, и даже мужу, папе или брату, так как аромабоксы есть и для мужчин. В общем, всю информацию я оставлю в описании, так что можете заглянуть и подобрать ароматы себе или в подарок родным и близким. Викушка гостила у бабуля и много всего интересного сделала. Расскажешь, что это такое? Это львенок на полянке из пластилина. Это шапки для зефирки, вот. Зефирка, как вы поняли, так все с нами, да? Да. С Питера. Вообще не расстается Вика с ней. Хорошая прям подушка. Еще одна шапочка. Очень красивая, какая занарядная. Вот подушечка для зефирки. Ты сама ее сшила? Да. Ничего, даже бабуля не помогала, что ли? Да. Ничего себе. Я прям сама зашивала, прям вот здесь вот все иголочкой. Какая ты молодец. Так, ага. Это тебе, игольница. Вот бабуля даже оставила иголку. Вот булавки. Ой, какая прелесть. А это бабуля Оля, да? Да. Викуль, ты вообще большая, молодец. Это все я у бабули сама сделала. Умничка. Кроме зефирки. Ну, зефирка у нас из Питера, питерская подружка, да? Да. Которая с нами уже и на остров ездила, и в бассейне купалась, да? И уже в стиралке покупалась тоже. Поменяла только что, Вики, постельное белье. И как же мне все-таки нравится вот этот пододеяльник с Лори Дуд. Такой прям нежный, летний, красивый. На ощупь очень приятно. Еще мне очень нравится вот эта вот кайма. Такая вязаная, розовая. Очень так по-девчачьи нежно смотрится. Вот. Так что я теперь хочу еще комплект заказать для этого пододеяльника. Потому что в прошлый раз я только вот его заказала. Вот. И вообще, мне, знаете, кажется, что постельное белье – это очень классная идея для подарка. Если вот вы думаете, да, что подарить, чтобы человек 100% этим пользовался, мне кажется, постельное белье – это беспроигрышный вариант. Я делаю так всегда, когда не знаю, что подарить. И всегда подарок заходит. Друзья, всем большой привет. Мы приехали на набережную озера Кабан в Казани всей семьей сегодня гулять. Погода шикарная. У нас, наконец-то, жара. Приехали, будем наслаждаться красотой. Смотрите, все катаются на лодочках, катамаранах. Так что, если приедете в Казань, обязательно тоже посетите эту набережную. Вот само озеро. Там театр Голиаскара Камала и набережная прям вокруг этого озера. Вот. Здесь так уютненько, хорошо. Вечером подсветка. Все прям красиво, стильно. Я думаю, вам понравится. Аккуратно. К нам, кстати, сейчас присоединится маленькая тайочка еще с бабулей. Так что, будем гулять большой-большой компанией. Ну, иди! Привет! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кормите, кормите, давайте Еще уточек нашли Ну а после прогулки мы вернулись домой Я что-то начала готовить и заметила, что верхние кухонные фасады и вытяжка покрылись пылью Поэтому я решила сразу все это устранить пока не забыла, кстати использовала новую тряпочку для пыли от Faberlic, которую показывала в начале влога И хочу сказать, что она мне понравилась, хорошо справляется со своей задачей, притягивает к себе пыль и ничего с нее не летит, это очень удобно Ну и естественно одними только верхними фасадами не обошлось, обычно если начинаю убираться меня уже не остановить, включился моторчик и я помыла плиту, микроволновку, мойку, протерла кофеварку, нижние фасады кухни и столешницу Вообще, вы знаете, у меня нет какого-то ужасного беспорядка на кухне, грязи, застарелых пятен, которые сложно отмыть Я придерживаюсь такого правила, что нужно просто сразу все за собой прибирать Допустим, приготовила ужин и тут же убрала и перемыла всю грязную посуду, протерла плиту, столешницу, фартук, если появились какие-то капли брызги во время готовки И тогда всегда и везде будет порядок То же самое касается и ванной комнаты Увидела, например, что на зеркале и смесителе есть капли и следы от зубной пасты после векушки И пока чищу зубы, беру тряпку и сразу все протираю Занимает это секунд 30, но зато всегда все чистенько Мне вот реально проще поддерживать порядок, чем один раз делать генеральную уборку Это отнимает гораздо меньше времени и сил Для уборки на кухне использую сегодня универсальное антибактериальное средство от Фаберлик и доместос для мойки Еще мне, конечно, нужно найти время и почистить духовку, потому что вот ее я запустила конкретно Готовить готовила в ней, но не мыла, потому что просто не успевала Так что обязательно надо ее тоже привести в порядок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нижние фасады сначала протираю сухой тряпкой для пыли А затем обязательно прохожусь влажной, потому что они загрязняются гораздо сильнее, чем верхние Особенно в области посудомойки и шкафчика под раковиной Всегда есть капли, потеки и периодически приходится их протирать, чтобы кухня выглядела аккуратно Представляете, только сегодня вам сказала, что у нас наладилась погода, вышло солнышко, как быстренько набежали тучки, у нас стало резко пасмурно Не знаю, будет дождь, не будет, но что-то как-то не нравится мне погода за окном Вы, кстати, спрашивали по поводу соли Лецка, поедем мы в этом году туда отдыхать или не поедем Я думала, что не поедем, но в итоге мы решили все-таки собраться, съездить, потому что мама с папой собрались и предложили нам тоже Саша сказал, езжайте, у него, к сожалению, в этом году опять не получится, потому что, ну, отпуск он уже свой отгулял Вот, и еще какое-то дополнительное время там отдохнуть ему не дают даже за свой счет Поэтому, как обычно, мы поедем без Саши, надеюсь, что в этом году с погодой нам повезет И мы там, как следует, накупаемся, назагораемся и вернемся отдохнувшие, свежие Снимать я, кстати, там не планирую в этом году, потому что я вам уже все показала, рассказала Вы уже, в принципе, ничего нового из этого влога не узнаете Ну, а у меня будет, знаете, такая возможность полноценно отдохнуть без камеры в руках Потому что, когда ты в отпуске снимаешь, ты постоянно с камерой, потому что хочется все запечатлеть, все показать, рассказать Какие-то интересные моменты поймать, и ты не отдыхаешь А вот в этом году у меня предоставится такая классная возможность, прям вот вообще без камеры Прям покупаться, особенно в Солилецке, знаете, там все в соли, если ты снимаешь, потом камера вся в этой соли Ее потом отмыть очень сложно Поэтому не обижайтесь, смотрите старые влоги из Солилецка Ну, а мы будем отдыхать в этот раз просто как обычные люди, а не блогеры Я на Тиле, но слабоне Давай, все, пока Я в дороге заснулась Давай, отталкивайся Я ногой Я плыву, как лодочка Я плыву, как лодочка Ура! Ой, головой не удашь столько А сейчас у меня по плану покраска ворот Нам их, как видите, сварили, установили и нужно сейчас привести это все в порядок, покрасить, чтобы смотрелось симпатично И потом уже Саша будет присверливать на вороты евроштакетник Калитки пока не сделаны, ни та, ни другая Мастер приедет на днях, доделает дело И я также все это покрашу А Саша потом присверлит штакетник Использовать буду грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 Цвет черный Мы именно ее использовали, когда красили вот эти все столбы, основание под забор Вот, и ворота будут в таком же цвете получается Сначала пройдусь вот такой вот жесткой щеткой, чтобы убрать лишнюю ржавчину И потом уже приступлю к покраске У меня тут кисточка и побольше, и поменьше Вот, так что давайте приступать Почистила я все от ржавчины Уже смотрится гораздо лучше Но честно, у меня забились все руки Я так устала, все в ржавчине Я чуть не лишилась двух ногтей Короче, пипец Думала, что это будет гораздо проще Но на деле оказалось, что я практически час-полтора только провозилась с тем, чтобы почистить ворота от вот этой ржавчины Потому что их нужно и с этой стороны, и с той И тут много всяких нюансов Вот, так что сейчас немножко передохну водички, попью и приступлю уже к покраске Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну все, с воротами я закончила Покрасила их с двух сторон Так что теперь дело за Сашей Осталось ему только присверлить евроштакетник И будут у нас готовые ворота Гуляли, гуляли у нас в поселке Увидим ежика Не пугай, не пугай Такой милашка Ты Хорошенький Хорошенький Смотри, какой хорошенький Да, реально хорошенький Думай, что пристали ко мне Гулял себе, гулял спокойно Нет, чтобы отстать и идти дальше Они снимают По ровной дороге, на камни не выезжай У тебя есть руль Вот Я с тобой не успеваю Погоди Приготовление ужина сегодня не снимала Потому что у нас ничего нового Ничего необычного Любимая фунчоза У нас ее и Викушка обожает И Саша, и я Ну и плюс она не такая калорийная На вечер самое то Поэтому будем сейчас ужинать Приятного нам аппетита Ну а с вами я на сегодня буду уже, наверное, прощаться Девчонки, спасибо огромное за просмотр Всех была очень рада видеть Ну и всем пока-пока